Врата, которых нет Ларс Ларс – профессиональный артист и художник из Голландии, исключительно мастерский, работающий со светом. Я увидела его работу в интернете и написала ему просто, чтобы сказать, насколько я ценю его картины. Когда он неожиданно заявил, что читал мой блог и хотел бы, чтобы я его провела. Он искал просветление и у него был гуру. Мы связались как раз перед его запланированным ретритом. И сами увидите. После того, как он освободил последнюю частичку иллюзии, вышла на волю волна нового творчества. И еще много художественных работ беспрецедентной красоты увидели свет. Елена Нежинский Ларс Привет, Елена. Поиск отсчитывает последние месяцы. Он очень интенсивен. Не видно я, Ларса. Кажется, все так ясно. Но все же есть одно слепое пятно. Приходит мысль, что должен пройти через дверь, чтобы осуществить сдвиг сознания. За ней следует другая. Ни в коем случае, ведь тогда ты планируешь будущее. Я полагаю, есть понимание с рациональной стороны, так как случаются моменты не я. После чего приходит мысль, где я был. Также есть ощущение я, слишком сильно концептуализирующая идея Двайты. Слишком много мыслей. Когда я рисую или пишу музыку, нет никакого я. Но я не должно быть во всех видах деятельности. Ты можешь мне помочь, Елена? Пожалуйста, спрашивай все, что хочешь знать. Я в сети каждый день, кроме 25-28 августа, когда я буду на Витрите. Елена. Ты видел, что я не существует, когда рисовал или играл. Это просто движение. Вибрационное движение творения. Кого волнует, какой это принимает форму? Теперь тебе нужно показать уму это осознание. Происходит то, что ты впадаешь в состояние не я, когда начинаешь рисовать. И понятия не имеешь, как туда попадаешь. Ум не регистрирует, что происходит. Отличительная черта состояния не я, а отсутствие мыслей. Только поток. Что тебе надо сделать, так это указать уму на это. Как? С сравнением, что реально, а что выдумано. Это не имеет ничего общего с состоянием не я. Так что ты должен посмотреть на реальность, как будто только что родился, свежим взглядом. Есть ли у ребенка я, когда он открывает глаза и тянется ручками к материнской груди? Или есть только чувство, ощущение голода? И тогда тело начинает двигаться. Когда ты чувствуешь вдохновение и делаешь движение, чтобы взять кисть, и ты становишься кистью, песней. Есть ли в творении, управляющем этим движением? Смотри в этом направлении. Смотри, нужно ли жизни существо, чтобы исполнять движение. Или действие – это движение в сознании творения. Посмотри, ведь я – это просто мысль, которая приходит после переживания и действия, хватает его и создает владельца, выдуманного владельца. Я дышу. Я дышу? А когда ты спишь, кто делает дыхание? Или оно происходит само? Жизнь проявляет себя в дыхании. Жизнь проявляет себя в рисовании. Жизнь проявляет себя. Жизнь происходит, как музыка, игра, тело, ощущения, чувства, мышления. У жизни нет существительных. Одни глаголы. Смотри. Взгляни хорошо и глубоко на то, что происходит на самом деле. Ларс. Я никогда не знаю, когда я начну рисовать или делать что-то еще. А сознание того, что когда я просыпаюсь, мир начинается во мне, так безумно и реально, что, конечно, мысленно создается ложное «я», чтобы сказать «я проснулся, и сегодня суббота». То, что ты сказала насчет открытых глаз, да, чувствуется, что я каждый раз вижу мир заново. Каждое утро я хожу на работу, домашний уход в хосписе, месте, куда люди приходят умирать в основном от рака. Я смотрю, и все другое, другие цвета, люди, все другое. А затем приходит мысль. Все это, все эти шагающие люди, велосипеды, машины, метро, все одно сознание в иллюзии отделенных существ. Это я ясно вижу. Есть ли управляющие в движении творения? Всегда думал, что есть. А последнее время хочется сказать «нет, нету». Это меняет все представление художники и его вдохновение. Нет, если ты спросишь меня, почему я начал рисовать в 2003 году, я просто не смогу ответить. Я делал какие-то штуки с японскими чашками для чая и почувствовал острую необходимость сделать несколько набросков. И так и сделал, серьезно. В следующем году я оставил работу в офисе и поступил учиться в художественной академии. Это просто происходит. Поиски галереи. Теперь еще одна. Это просто происходит. Нет я, который что-то контролирует. Так вот, я собираюсь хорошенько это рассмотреть и прислать тебе отчет. Спасибо, что ты это делаешь, Елена. Елена. Смотри не в общем на жизнь. Смотри на свое непосредственное переживание. Ларс. Привет, Елена. Непосредственное переживание – это то, что никогда не заканчивается. Я могу говорить в общем, но это невозможно без я. Я думаю, что все является прямым опытом, так как есть тело под названием Ларс, и он может общаться с другим телом под названием Елена. Таково мое непосредственное переживание. Есть идея, что есть я и ты, но мы одно. Это то, что побудило тебя связаться со мной, и это то, что побудило меня работать с тобой. Вот непосредственность. Для меня это также прямой опыт. Но может быть ты имеешь в виду что-то другое? Можешь ли ты дать мне какую-нибудь подсказку о прямом переживании? Для меня мир уже не такой, как был, хотя он нисколько не изменился. Думаю о концепции Ларс. Мальчик, мужчина, 37 лет. Я не могу держаться от смеха. Он шекспировской роль на сцене. Все больше и больше осознаю. Я есть. Но это не человек, не я. Непосредственно? Пожалуйста, не стесняйся спрашивать меня обо всем, что хочешь знать. Реализация просветления кажется последней концепцией, последней проекцией эго, святой Грааль. Но жизнь, не живет ли она сама по себе? Елена, могу пойти к еще одному гуру, на сатсанг, прочесть еще одну книгу, медитировать, но будут ли эти движения вне самой жизни? Это тело, да, оно дышит. И сердце бьется без усилий. И ум работает. И несмотря на это, Ларс ищет. Если делающий. Если я, управляющий этим шоу. Не могу найти этого, Елена. Вот непосредственное переживание. В настоящий момент сижу и печатаю. Это то, что есть прямо сейчас. Два печатающих пальца. Сейчас пришла мысль. А что со всем этим? Сдвиг? Окончательная реализация? Знаешь, что историю про бар, где висела надпись? Завтра бесплатное пиво. Елена, я могу что-нибудь сделать? Да, конечно, смотреть непосредственно в настоящем моменте. Пальцы печатают, мысли приходят, уходят. Настольная лампа. Тело начинает расслабляться. Я в каком-то незнании. Ларс – выдумка. Значит, то, что делает Ларса и тебя, и кого-либо еще возможным, должно быть реальным. И во время нашей работы я не буду читать от Вайдова. Не буду заходить на фейсбук и форумы. То, чем я буду заниматься, это смотреть на прямой опыт. Елена, ты когда-либо существовал? Ларс. Нет. Есть это тело, родившееся в 1974 году. Его родители назвали его Ларс. Однако, как прямое переживание, есть сознание, есть глаза, которые видят, как двигается тело. Но это не Ларс. Это не я. Прямо сейчас я чувствую освобождение от той идеи, что я должен идти куда-то, чтобы добыть последний ключ к просветлению. Как этот ретрит. Будущие события. Гуру, говорящий, продолжай смотреть, пока не увидишь. Хорошее намерение. Но это всегда движение в сторону от настоящего момента. Твой вопрос о непосредственности был так сонастроен со мной, уставшим от наблюдения. Существовал ли я когда-либо? Я думал, что существовал. Но мысль – это мысль. Ларс – это мысль. Тело – реально. Жизнь – реально. То, что заставляет нас делать это – реально. Личности нереальны, а не выдумка. Значит, созерцание мира, разговоры с друзьями, размышления о бывшей девушке, работающей в искусстве – все это делается без кого-либо, кто делает. Парадокс. Безумный дикарь, снова как ребенок. Везде свежесть. Самое удивительное, что я всегда знал это на каком-то уровне. Но было слишком много ментальной энергии, которую я тратил на поддержание иллюзий личности Ларс. Теперь это отпадает. Свежесть, красота, живость остается. Елена, это оно? Елена. Что за ожидание? Что ты ожидаешь почувствовать? Как это должно быть? Что должно измениться? Посмотри честно и спроси. Спроси, выясни. Ты знаешь это. Ты просто никогда не спрашивал. Не спрашивай меня. Просто задай эти вопросы и найди ответы внутри. Будь абсолютно честным. Как если бы я сказала, что ты должен достать только те ответы, которые на сто процентов верны. Иначе у тебя больше не будет возможности рисовать и играть. Вот такая честность, не меньше. Ларс. Да, Елена, я задам эти вопросы себе и вернусь к тебе позже. Я должен рассмотреть это с абсолютной честностью. Хороший мальчик, возвращайся, когда найдешь что-нибудь. Ларс. Ожидание благости и чего-то другого после просветления. Но вот прямо сейчас я чувствую себя превосходно и вижу, что не могло быть никак по-другому. Я не человек. Я сама жизнь. Это так ясно. Спасибо тебе за это. Так чудесно, что ты это делаешь. Елена. Да, жизнь всегда текла без «я» и теперь просто продолжает течь. Благость приходит не от отсутствия проблем, а когда ценишь то, что есть здесь, прямо сейчас. Если реально видишь, что «я» просто ярлык для переживания, любое переживание становится ценным. Это и есть благость. Обусловленность начнет отпадать, так как нет больше клея. Нет и я, которая охраняла ее. Ларс. Прямо сейчас я там, где всегда был, но потребовались годы, чтобы попасть сюда. Но так даже неправильно говорить. Я никогда не был где-то еще. Я всегда был осознанностью, сознанием, переживающим жизнь без личности внутри. Я уже знал это в какой-то момент, но возникла идея, что мне нужно подтверждение учителя или твое. Работа с тобой стала последним указателем для меня. Я знаю это, потому что я есть это. Никто не может мне сказать, потому что нет никого. Ретрит забронирован, я могу там закончить, но даже этого я не знаю. Я ничего не могу сказать о будущем. Я не знаю. Идея благости и просветления исчезла, пропала. Осталась ценность непосредственной жизни, прямо сейчас. Вот это, это оно. Когда гуру говорил мне о просветлении, правильных вопросах, бхакте и тому подобном, я думал, кто будет получать просветление. Если никого нет, что же тогда такое эта идея просветления? Осознание, что меня нет, не означает, что я должен вести себя странно или холодно и без сочувствия. Нет, просто будь тем, кто ты есть. Делай свою работу, говори с людьми, наслаждайся собой. Выражение самой жизни в сострадании и любви, но также иногда в противоборстве и ненависти и злости. Да, вот так. Ты думаешь, что можешь пребывать все время в блаженстве? Ни в коем случае. Есть также печаль, разочарование и все такое, но без я. Они как облака, хорошее и плохое. Просто проплывающее мимо облака. А что теперь делать со всеми этими книгами, падвайте? Отдать их другим, кому еще охота их читать? Я действительно не хочу сейчас читать опять этих книг о других людях, которые будут говорить мне, что они что-то знают. Вместо этого я лучше прочту биографию Шопена или Люсьена Фрейда, или что-нибудь смешное, или вообще ничего не буду читать. Есть что-то прекрасное в том, что мы с тобой, конечно, это просто так говорится, каким-то образом нашли друг друга. Так быстро сделали эту работу, и то был последний указатель, последний раз, когда мне нужна была помощь. Есть только одно, и никогда не было ничего другого. Как я себя теперь чувствую? Как новорожденный, свежий и немного неловкий. Но все же тот, кем я уже всегда был. Это потеря иллюзии, а не приобретение новой духовной информации. Я должен сказать гуру, что у меня больше нет вопросов. Я больше не искатель. Это безумие и супернормально одновременно. Идея, сделавшая меня искателем, была в том, что я думал, что нужно что-то найти. Понимание того, что с самого начала не было я, и что некому получать просветление, и последующие видения этого, устраняет все вопросы. А что остается? Сама жизнь. Ларс – часть жизни. Ларс – жизнь. Жизнь происходит сама без усилий. Картины пишутся и все остальное. Вот как я себя сейчас чувствую, Елена. Ты прекрасна такая, какая ты есть. Елена. Отлично. Описывай дальше. У тебя здорово получается. Ларс. Обнаженность, свежесть каждого момента. Нет я. Проходят мысли, нет проблем. Проходят тонкие изменения. Люди смотрят на меня. Незнакомцы улыбаются мне. Тело расслаблено. Чувствую себя как новорожденный. Но однако все то же, без фейерверков. Просто быть здесь. Смотри, есть только одно. Ох, и что-нибудь напоследок. Сегодня я позвонил своему гуру и сказал, что больше вопросов нет. Он сказал, окей, хорошо. Похоже, теперь мне не надо ехать на ретрит. Никогда не думал, что это произойдет сегодня. Шанди У Шанди были проблемы с концентрацией. Даже хотя у нее было сильное намерение смотреть, что-то все время отвлекало ее. Ее ум делал всевозможные отвлекающие маневры, чтобы не дать ей выяснить, что же происходит. Поворотный момент настал, когда она начала искать источник этого. И было довольно красиво, когда она его нашла. Илона Циунайте Привет, Илона. Я действительно честно считаю возможным, что в реальности меня нет. Пытаюсь посмотреть под разными углами, увидеть свои реакции на других людей и потом обнаружить, кто реагирует. И все время приходит то, что я не могу найти никого по имени Шанди. Когда у меня нет мыслей или когда я ищу чистую сущность Шанди, я не могу найти ее. Обычно это мысль, вызывающая какую-либо эмоцию или мысль мою. Но Илона, это происходит после факта. Я реагирую в то время, когда нахожусь в иллюзии я и своих эмоций, так сказать. И затем уже после этого я осознаю, что меня там на самом деле и не было. Но однако это говорит еще одна мысль. Сейчас я рассматриваю обязанности и их обладателя. То, что вводит меня в панику. Что мне теперь делать? Все эти миллионы вещей, которые должны быть сделаны, по-видимому, мной, для детей, отца, работы и так далее и тому подобное. Если я не контролирую, что тогда? Кто все это будет делать? Я не могу отпустить это. Илона, все хорошо, Шанги, процесс начался. Жизнь происходит сама. Нет отдельного делающего. И нет отдельного человека, который заботится о чем-то. И это сама жизнь. Так что не переживай. Когда ты действительно увидишь, что я нереально, ничего не изменится. О твоих детях, отце и так далее, позаботиться. О них уже заботятся. Только мысль в твоей голове делает кажущимся то, что все это делаешь ты. На самом деле там никого нет. И никто не нужен для того, чтобы была любовь или забота или действие. А эта мысль, что кто-то нужен, это просто какой-то страх. Посмотри, что за этим стоит. Нет центра управления тем, что происходит. Так как все происходит просто само по себе. Нет тебя, который влияет на жизнь. Нет нужды в управляющем. Реакции случаются так же, как почесывание следует за зодом. Заметь это. Это проигрывающая сама себя история. Вот персонаж Шанди, реагирующий определенным образом на определенные стимулы. Давай не будем вовлекаться теперь в эту историю, а заглянем глубже. В реальности вообще нет никакого «я». Заметь, как все уже происходит само по себе. Заметь, что ты уже это видишь. А то, что говорит обратное, просто проходящие мысли. Не верь мыслям. Наблюдаешь, что происходит вокруг тебя. Тотальность. Пиши, что видишь. Шанди. Да-да, я вижу это. Я вижу, к какому мысли следует паттернам реагируя. Одни и те же вещи вызывают одни и те же реакции. Может, это многолетняя обусловленность. Но, как ты сказала, я не вовлекаюсь в истории. Это вопрос неверия в мысли, окей. Трудно поверить, что все будет происходить без меня. Даже несмотря на то, что я знаю это, страх продолжается. Пытаюсь заглянуть глубже. Правда, сейчас не могу пройти это. Концентрируюсь. Окей, если я не та, кто, скажем, любит моих детей, если меня нет, то где происходит любовь? Почему любовь и ответственность чувствуются такими личными? Будет ли это так же чувствоваться? Я говорю ерунду? Илона. Все это происходит в реальности. Как часть потока вещей. Может быть, как основная часть, любовь реальна. Но она происходит не с тобой. И исходит не от тебя. Трудно поверить, что все будет происходить без тебя. И это обусловленность. Непроверенное предположение. Все и так уже происходит без тебя. Управляющий или что-то делающий. Думающего нет вообще. Заметь это сейчас. Мысли появляются, пальцы начинают печатать. Все это происходит само по себе. Посмотри на сам страх. Что он защищает? Посмотри поближе. Не волнуйся. Это всего лишь страх. Посмотри на него с уважением. Он отлично выполняет свою работу. Видишь ли ты это? От страха мне становится немного плохо. Да, он хорошо выполняет свою работу. Он защищает иллюзорную Шанди от обнаружения. Ту Шанди, которая в свою очередь предположительно защищает тех людей, которых она любит и о которых заботится. Это действительно довольно смешно, но так трудно отпустить. Помоги, Илона. Куда мне теперь идти? Илона. Не стоит так волноваться из-за этого. Не беспокойся. И так страх необходим для защиты иллюзий отдельного я. Того, кто управляет этим шоу. Смотри на него, не пытаясь изменить. Отдай ему честь за прекрасно выполняемую работу. Смотри, что произойдет. Можешь ли ты позволить страху просто быть? Илона, я думаю, мне нужно посидеть с этим немного. Хорошо, если я напишу тебе позже. Так здорово, что ты тратишь свое время и усилие делая это. Нет достаточных слов для благодарности. Также хочу сказать тебе, что мои чувства сейчас чрезвычайно обострились. Звуки, эмоции и все остальное. Илона. Обожаю, когда люди видят эту простую вещь. Пиши мне, когда почувствуешь, что надо написать. Я буду твоим проводником до самого конца. Когда твой страх успокоится, дай мне знать. Илона, я потеряла фокус. Был чрезвычайно беспокойный день. Не могла найти внутренний фокус. Но я не сдамся. Я увижу это. Просто нужно немного времени. Это нормально? Опять же, я не собираюсь сдаваться. Завтра я запланировала короткую поездку в горы. Надеюсь, там будет поспокойнее. Я знаю, все это жизнь, но иногда требуется некоторый внешний покой, чтобы иметь возможность смотреть внутрь. Разве нет? Мы же будем продолжать наш разговор. Спасибо. Илона, всегда так много всего происходит в моей жизни, что трудно сесть, сконцентрироваться и написать. Я полагаю, у всех на самом деле та же история. Но я стараюсь, и стремление к истине, как всегда, горит огнем. Илона, продолжай смотреть. На что ссылается слово «я»? Есть ли что-то в реальной жизни, что ты можешь найти? Шэнди. Не могу, когда думаю об этом. Но почему я по-прежнему эмоционально вовлекаюсь в «я», мысли, эмоции? Как можно понимать это на одном уровне, но не практически? Илона. Эмоции просто происходят. Чувства возникают, как реакции на ситуации. Но кто чувствует? Чувства есть, они приходят и уходят. Мысли тоже приходят и уходят. Просто у самого ума такая функция – навешивать ярлыки на переживания. Шэнди. И что же тогда делать? Продолжать не верить мысли, которые делают это? Илона. Нет, увядь истину. Используй мысли, чтобы отработать это, если хочешь. Скажи мне, откуда приходят мысли? Можешь ли ты их контролировать? Нет, контролировать не могу. Они появляются, хочешь ты их или нет. И что такое мысль «я»? На что она указывает? Мысль «я» думаю – просто мысль, как и я не думаю. Ммм, да. Видишь? Теперь посмотри на эти мысли. Отдельного «я» вообще не существует, и я являюсь отдельным «я». «Значит ли одна больше, чем другая?» Кажется, я застрял, Илона. Не знаю, в моей ли голове этот ступор, или я действительно не знаю, куда отсюда двигаться. Ты, наверное, уже начинаешь уставать от меня. Я, кажется, никак не могу удержаться в «не я». Продолжаю втягиваться в «я» своей жизнью. Когда я расслаблена, не нахожу никакого «я», но так тяжело расслабиться с детьми и всем прочим. У тебя есть дети? Илона. Конечно, ты не сможешь удержаться в «не я». Это не вера, в которую ты убедила себя верить, а затем утвердиться в «не». Это не упражнение, где ты должна научиться быть счастливой. Это чистое видение, растворяющее иллюзию. И не остается ничего, что надо удерживать. Когда иллюзия становится винной, расслабление приходит естественным образом. Требуется время, чтобы она восстановилась. Но жизнь становится все менее и менее беспокойной. Пока совсем ничто уже не будет затрагивать. Но в настоящий момент это к делу не относится. Ты сама все увидишь. А сейчас ответь мне на вопрос. Откуда приходят мысли? Что движет тело? Нужен ли для этого управляющий? У меня нет детей, только кошка. Окей, когда ты смотришь на ребенка, видишь ли в нем я? Просто ответь на эти вопросы с абсолютной честностью. С нетерпением жду вести от тебя. Шанди Что делать? Обусловленность зашла так глубоко. Кажется неправильным верить, что нет никакой души, управляющей телом, умом. В исламе это так значительно. Идея об отдельной душе. Да, когда я пытаюсь отследить мысли, кажется, что они просто приходят, без я контролирующего их. Но это когда я активно фокусируюсь на этом. Но спасибо за то, что ты сказала мне в прошлый раз. Я вижу, что реакции и отклики просто возникают без личного я, контролирующего их. Как компьютерная программа. Илона Шанди, ничто из этого не затрагивает ислам. Мы не ищем здесь новую веру. Мы хотим лишь найти истину и увидеть, что есть на самом деле. Вопрос не в том, что нет души. Может и есть. Вопрос в том, что ты не обладаешь душой. Нет тебя, который владеет ею. Фактически это то, что суфи называют «фанаа», «конец я». Теперь смотри. Кто что концентрируется. Есть ли что-то, что заставляет это случиться? Или это происходит само по себе, без усилий? Есть ли кто-то, кто направляет фокус? Или фокусировка просто происходит? Шанди. Это как происходит процесс в нашем теле, без нашего управления. Обновление клеток, переваривание пищи, дыхания. И так же смотрение, думание, делание просто происходит без управляющего. Твоё замечание о том, что фокусировка просто происходит, заставило меня осознать, что да, она просто происходит без усилий. Я так привыкла присваивать себе владение ей. Всё так быстро происходит. Да, её действительно никто не направляет. Илона. Да, ты видишь это. Теперь посмотрим, сможешь ли ты пойти глубже. Что такое я? Да, Илона, я вижу. Извини, я, наверное, спала, когда ты мне написала, так как я в Пакистане. Не знаю, где ты. Здесь сейчас воскресный день. Здорово. Я вижу я как операционную систему компьютера. Типа нашего Windows. А так как он везде, мы идентифицируем себя с ним. Просто коллекция мыслей, эмоций и так далее. Но нам не обязательно верить в то, что они – это мы. Они есть, чтобы поддерживать существование личности. Но когда мы видим, чем это является на самом деле, ну, мы можем по-прежнему ими пользоваться, но не обязательно с ними отождествляться. Я так взволнованно, что вижу это. Надеюсь, что вижу верно. Не убеждаю своё ум в том, что прочитал или услышал. Но, ой, кто бы убеждал или убеждался. Там и правда никого нет, так ведь? Вот это да. Мир кажется чуточку другим. Но, Илона, а что насчёт грандиозных сдвигов сознания, о которых говорят люди? Совсем не похоже на это. Я не чувствую больших изменений в себе, хотя что-то каким-то образом изменилось. Я вижу, что всё, включая меня, течёт вместе с жизнью и как жизнь. Каждый звук, каждый взгляд – всё свято. Как же мы так завернулись в нашей идентификации, что не видим этого? Илона. Прекрасно, Шанди. Да, ты видишь это. Ты можешь написать, что произошло? Что конкретно заставило тебя увидеть? Как ты пришла к этому? Шанди. Как будто я это знала, но думала, что не знаю. Почти так. Некоторые вещи, сказанные тобой, заставили меня осознать это. Как будто я привыкла залепать на своих чувствах и реакциях. Как если бы не было меня, как же я тогда стала бы реагировать? Но когда ты сказала, я осознала, что это и правда похоже на компьютерную программу. Всё просто происходит. И это не значит, что должно быть я, чтобы контролировать, чувствовать и так далее. Ещё был момент, когда ты спросила, кто тот, кто фокусируется? Или что-то типа того. А я думала, я должна сфокусироваться, чтобы знать, что я нет. Получилось что-то вроде замкнутой петли, которая затем прервалась. Кто фокусируется? Должны ли здесь звонить колокола или что-то грандиозное? С другой стороны, всё это очень похоже. Спасибо тебе огромное, Илона. Но что потом, если, возможно, снова случится идентификация? Что дальше? Существует ли дальше? Илона. О, великолепно! Нет духового оркестра, нет орденов, нет поющих ангелов. Просто отпадает иллюзия отделённости, вот и всё. Все ждут чего-то большого, но, эй, ничего не должно случиться. Всё уже есть так, как есть. Что раз увидено, не может снова стать невидимым, никогда. Дальше для всех разное, но это связано с отпадающими, как домино, частями иллюзий. Всё, что зажато, отпускается. Растёт ясность, углубляется видение. А сейчас просто расслабься, дай этому углубиться. Записи действительно помогают заглянуть в тёмные места, пронзить насквозь иллюзию. Так что, когда будет время, можешь ли ты написать развернутое письмо на тему, что такое я, что реально? Просто то, что придёт. Ещё одна вещь, реально помогающая прояснить это, распространять это среди людей. Это одно из самых замечательных занятий. Помогать другим распутывать узлы. Именно это углубляет моё собственное проникновение в истину и, как следствие, мою свободу. С огромной любовью, Шэнди. И большое спасибо за работу. Элизабет. 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 Элизабет искала всю жизнь, десятки лет. И была совсем измучена этими поисками. Эта женщина была так интенсивна, что первые два дня работы с ней я ощущала горение в теле. Она горела, я горела. Но я сохраняла фокус на вратах. Это всё, что было нужно. Для некоторых интенсивность – это та сила, которая проведёт их через врата. Она содержит животноводческую ферму, и когда мы уперли в стену, я не знал, что делать дальше. Я направил её понаблюдать за курицами и учиться у них. Как говорится, голь на выдумку хитра. Я думаю, вам это пригодится. Елена Нежинский. Элизабет. Привет. Мне очень хотелось бы поработать с тобой, чтобы пройти врата. Ты свободна для этого? Я совершенно искренне хочу расквитаться с этим. Я прошла 10 лет шаманизма, 15 лет материнства, 40 лет поиска, и последние два года бросила все свои усилия на достижение истины. Я не занимаюсь духовными практиками, но сорвала с себя столько неистинного, сколько смогла обнаружить. Однако ещё чувствуется смрад неправильности. Надеюсь, в этом есть какой-то смысл. Привет, Элизабет. Чувствую, как ты жаждешь этого. Замечательно. Можем начать. Расскажи мне подробнее о смраде неправильности. Моё резюме, кстати, очень похоже на твоё. 8 лет горджиевских практик, 8 лет випассаны, 19 лет материнства. Я слышу тебя. О, Елена, спасибо, что ответила на мою просьбу. Из твоего блога я поняла, что здесь нужна прямота без лишних манер. Итак, я бы хотела поделиться немного прошлой историей. Зная, что мы здесь не за этим, на это могло бы объяснить смрад. Ребёнком я чувствовала, что все притворяются. И думала, что я совсем неправильно. Циничное, педантичное дитя. Как бы то ни было, повзрослев, увлеклась шуманизмом и думала, что нашла ответы на все вопросы. Я думала, что смрад происходит от незнания людьми и их истинных корней. Как работает космос, всё такое. Но потом однажды всё резко поменялось. Правда, не знаю как. Но случились две вещи. Во-первых, когда я стояла в классе, я 20 лет была учителем, я вдруг осознала, что всё это большая жирная ложь. Всё бессмысленно. Как будто каждый притворялся. Я упала в бездну пустоты. И немного спустя ушла из учителей. Я сожгла все мосты, оставила школу, отношения. Я попробовала все мысли мои способы, чтобы выяснить истину. И обнаружила, что всё, во что я верила, было неправдой. Я сбросила 40 килограмм веса, да, прежде я была очень большой, и просто исчезла из своей жизни. Могу описать это только, как будто умерла на пару лет. Единственные вещи, которые я могла думать, я желала знать истину. Когда люди говорят о желании покоя или блаженства, или что-то типа того в результате просветления, я не понимаю этого. Я лишь хочу узнать истину. Знаешь, я осознала, что это то, чего я всегда хотела. Теперь я вижу это. Я решил во что бы то ни стало узнать. Единственное, ради чего стоит что-то делать. Ни стремление к деньгам, ни к великим достижениям. Я только хотела знать, что происходит. Потом в какой-то момент я нашла Джеда Маккену. Потом Адвайту. И подумала, что эти люди говорят о том, чего я ищу. Я не верила в ту идею, что истина, мол, не одна. Я считала, что она есть и желала найти её. Потому что всё время это свербило под кожей. Поэтому так же я теряла друзей. Много я не разговариваю, так как кажется, как будто каждое слово теряет своё значение в этой дурацкой игре в людей. Когда друзья говорят о своих отношениях, или об одежде, которую они бы хотели, или о школе, куда они хотят, чтобы ходили их дети, я могу немного с ними поиграть. Но после продолжать не могу. Поэтому я провожу большую часть времени с цыплятами и пчёлами. Моими детьми. Смрад, о котором я говорила, это то, чем я думаю, является эко. Выполняемые людьми накопленные программой маски, которые они надевают. Эти слова, похоже, исходят из непроверенных убеждений. И поэтому они звучат ханжески и рассудительно. Принимаю оба этих ярлыка. Я применяю всё это так же и к себе. Мой друг говорит, что любит меня. Я не отвечаю. Я хочу сказать, кого ты любишь. Ты любишь идею обо мне. Вот так вокруг ходят личности. И я чувствую их запах. У каждой личности свой аромат. Но есть только личности. Людей в них нет. Есть ли в этом какой-либо смысл? Не знаю, получится ли у меня выразить это. Ведь я не пыталась раньше. Потом я пыталась выяснить всё через Адвайту. И закончила верой, что мои умы тела иллюзорны. Потом я зашла с другой стороны. Закончила на том, что мои тела и умы реальны, но нет я. И снова запуталась. Единственное, что я знаю наверняка, чему никто меня не учил, что никто не говорит правду. Пьеса продолжается. И я доверяю своему чутью. Я чувствовал это в последние несколько лет, когда всё ушло от меня. Всё, что было не истинно, сгорело. Духовная практика, профессия, отношения, тело. Но я пыталась собрать вместе осколки и придать этому смысл. Извини, подумала ещё об одной вещи, что хотела добавить. Когда я читала книги, сайты по просветлению или освобождению, я заметила, что часто центральная идея резонировала во мне. Но потом добавочные идеи, казалось, уводили в сторону от истины. Добавочные вроде Бога или любви. Елена. Забудь про добавочные идеи. Фокусируйся только на проникновении в иллюзию. Потом отсеешь, что тебе нужно, а что нет. Сейчас стопроцентный фокус на смотрении. Идёт? Элизабет. С радостью забуду про добавочные идеи. Стопроцентный фокус, конечно, идёт. Елена. Я прочитала твою историю. Ты находишься прямо у врат, Элизабет. Осталось лишь удерживать фокус на смотрении. У тебя был момент принятия решения, и ты сделала его в пользу истины любой ценой. Ты прошла ступени, где многие ещё не были. Ты здесь, ты в врат. Теперь смотри. Не торопись. Всматривайся. Выясни. Ты ли та, кто живёт жизнь? Ты ли та, кто подошёл к вратам? Есть ли ты во всей рассказанной тобой истории? Где ты во всём этом? Смотри. Элизабет. Хорошо, буду смотреть. Я дам тебе знать, как идут дела. Только хотела сказать, что когда ты задала эти вопросы, мне захотелось почитать что-нибудь духовное. Послушать записи Адвайты. Поесть. Посидеть в нэте. Поработать. Сделать уборку. Написать письмо. Всё, что угодно, кроме этого. И вот так у меня во всём. Иногда я думаю, что поиск хочет продолжать искать лишь для того, чтобы быть занятым. Почему я должна избегать того, чего я больше всего желаю? Оставлю это пока. А теперь я буду выполнять то, что ты просила. Прямо сейчас. Спасибо, Елена. Елена. Брось всё это, Элизабет. Перестань отвлекаться. Оставь это на то короткое время, пока мы с тобой. Потом ты сможешь делать, что захочешь. Но сейчас только честный взгляд. Никаких чтений. Довольно. Почему ты хочешь избежать этого? Ты не хочешь избежать этого. Тебя нет. Есть лишь желание избежать, присутствующие здесь и говорящие о том, что оно от кого-то исходит. Так ли это? Откуда оно приходит? От тебя? Элизабет. Очень устала. Но вот где я пока ещё нахожусь с твоими вопросами. Мне немного стыдно за эти ответы, так как они кажутся какими-то общими, неправильными. Кто живёт мою жизнь? Моя жизнь живётся воспоминаниями, умом, эмоциями, физическими командами, старыми шаблонами, программами, страхом, выживанием, ментальное и физическое планирование, желаниями, химическое, физическое, эмоциональное удовлетворение, инстинктами. Много страшных мыслей. В истории моей жизни, которые я тебе писала, я – это последовательные события в основном, составляющих историю. Так что в основном моя жизнь состоит из мыслей и физических импульсов, тела и ума. Но я хотела бы, чтобы там была я. Что-то особенное, ни на что не похожее. Я не знал этого. Фильтр, делающий историю как бы моей, всего лишь набор переживаний и обусловленностей. Уникальный набор. Но не существо всем этим обладает. Не Элизабет. Ты спрашивала о привычке. Нет, привычка – это не я. Это еще один набор реакций, основанных на предыдущем опыте. Смесь биологического и психологического феномена. Дьявол, собака Павлова. Елена. Твоя жизнь живется воспоминаниями и умом? Кто обладает воспоминаниями? Кто обладает умом? Эмоции возникают и проходят. Это шаблоны существования. Эмоции являются частью реальности. Они есть. Не твои. Ты не являешься частью реальности. Тебя нет. Переживания и физические действия – те же самые шаблоны существования. Но у них нет владельца. Старые шаблоны, программы, страх, выживание, ментальное и физическое планирование, желание, химическое, физическое, эмоциональное удовлетворение, инстинкты, много страшных мыслей. Все это существует. Единственное, чего нет – это ты. Выясни, правда ли это. Ты говоришь, что хотела бы, чтобы там была я. Нет, не так. Ты просто хотела бы сохранить уникальность. Уникальность никуда не денется. Это аромат существования. Каждый ум уникален. Каждая душа, каждое сердце. Но никто не обладает этими умами, душами или сердцами. Смотри, ты зависла, потому что ты думаешь, что что-то потеряешь. Проверь, в этом ли дело. Элизабет. Ах, здесь много всего. Чувствую, как это отпускается, распутывается. Хотелось бы побыть с этим, но нужно идти спать, здесь уже поздно. Спасибо большое. Буду это отпускать. Вот что я буду выполнять. Никаких книг, отвлечений, занятий. Концентрация. Я собираюсь допечатать это и, вернувшись завтра утром, прочувствовать ответы. У меня есть некоторые вопросы к тому, что ты сейчас сказала, если ты не против. Спасибо. Елена. Если ты проснешься среди ночи пописать, посмотри, встал ли я тоже, или есть просто писание. Так же, когда проснешься утром, посмотри, как ребенок, перед тем, как появится мысль я. Спокойной ночи. Элизабет. Спокойной ночи, Елена. Проверю, когда пойду писать. Привет, Елена. Я немного поспала, но все еще чувствую усталость. Думаю, что это преследует меня, чтобы покончить с ним. Я снова просмотрела последние несколько вопросов этим утром. И вот мой длинный ответ. Часть его просто размышления вслух. Но я старалась сдерживать это на случай, если там будет что-то, чего я не видела. Другая часть не имеет логического смысла. Если будешь читать все подряд, увидишь, что какая-то часть здесь рабочий процесс. Итак, ты спрашивала, ты ли так кому стыдно? Смотри внимательнее, смотри сквозь чувства. И вот что я получила. Я недостаточно интеллектуально или умно. Старая структура образа себя, личность, эго, отлично умеет подстраиваться, чтобы соответствовать, как хамелеон. Боюсь, мне придется отобразить деятельность этой машины и показать, что она медлительна и безобразна. Смотрю и вижу всю эту программу, рефлексы и личностные паттерны. И нет этому конца. Я имею в виду, что там, где я отрезаю ветвь структуры, вырастают несколько новых. Убеждение накапливается, создавая новую форму поведения и ощущений. Все это дерьмо, оставим это. Принадлежит ли все это мне, существу или забыть? Это принадлежит уму или физико-ментальной системе, как у собаки Павлова. Возникает облако реакции и затем проходит. Оставим их. Не будем увлекаться ими. Сложно. Что не будет увлекаться ими? Осознание их? Значит, это не я, а осознание? Когда я смотрю, нет реальной Элизабет. Есть уникальные физические явления, уникальная психология, паттерны, программы, рефлексы, обусловленность. И уникальные биологии. Но нет реальной Элизабет. Образуют ли все эти уникальность и оригинальность? Достаточно ли этого, чтобы сказать, что вот штука Элизабет, не похожая на других, как снежинка. Но есть ли уникальное сознание, являющееся мной? Уникальное созвездие тела ума? Но за стыдом снова ум, бесконечно вращающийся, бесконечно. Но что наблюдает, все это и знает. Что-то имеет способность распознавать это. Кто есть Елена, которая просит смотреть? Кто может видеть это? Жизнь равняется тело плюс ум плюс события. Ах, что-то открывается. Есть уникальная форма существования, но управляет этим не Элизабет. Снежинка и травинка уникальны, но растут они не сами. Хотя здесь есть какая-то связь по матрице жизни. Да, чувства – часть существования, но что наблюдает их появление и исчезновение? Говорю так же, Дана, твои слова о потоке. Все это изменяется. Тело, ум Элизабет и матрица – жизнь. Все изменяется. Ты задала еще один вопрос, к которому я вернусь. Ты сказала, «Ты зависла из-за того, что думаешь, что что-то потеряешь. Посмотри, в этом ли дело». Я еще вернусь к этому. Кажется, я начинаю что-то распутывать, но не могу пока это ухватить. Спасибо, Елена. Еще немного. Надеюсь, это не слишком много. Если нужен другой темп, скажи мне. Итак, ты спрашивала. Ты зависла из-за того, что думаешь, что что-то потеряешь. Посмотри, в этом ли дело. Я думаю, что страх возникает из-за того, что личность будет неустойчивой без Элизабет. Я кончу тем, что сойду с ума. Вне общества. Одиноко во всех смыслах. Обыкновенно. Не охочусь за большими мечтами. Не надеюсь ни на что большее, лучшее. Пустоту, пропасть. Окей, спрашиваю себя, так ли это? Смотрю. Там же нет нифига, я пустак, кричу. Хочется плакать и блевать. Смесь печали и отвращения. Большая ложь. Куча листьев. Подует ветер и ничего не останется. Не знаю, куда это все девать. Мой ум ищет что-нибудь, за что можно удержаться, как за существующие. Пытается вспомнить все книги и теории идеи, которые он получил от других. Я бы дала тебе сколько угодно этого. Но здесь стопроцентный фокус направлен на меня. Ничей другой ответ не нужен. Не знаю, куда отсюда свернуть. Просто буду сидеть пустой или скорее полной всяких вещей, которые суть листья и пыль. Черт, кажется, будто моя голова и тело уплывают. Не позволяю никакой другой истории или вере заполнить сейчас это пространство. Чувствую простор, легкость. Елена. Хорошо. Теперь ответь на вопрос. Есть ли какой-либо я в каком-либо виде или форме в реальности? Элизабет. Есть ли душа, особое я, управляющей моей жизнью? Есть ли Элизабет, управляющая действиями? Я хочу, чтобы что-то было. Хочу, чтобы была божественная искра. Идет борьба. Я хочу понять, что меня вырастило, что все оживляет. Если это не я, должно же быть что-то. Елена. Есть жизнь, существование, образующее все это разнообразие. Так было всегда. Ничего не теряется. И это не отвержение существования души. Это видение, что если есть душа, то ты не владеешь ей. Иллюзия обладания – вот то, что скрепляет стены лжи. Элизабет. Я хочу выбрать путь Адвайты. Я из единства. Или любой другой, который оставляет что-то взамен. Быть особенным или достичь того, чтобы быть Богом. Елена, все это должно выйти. Елена. Ты не исчезнешь. Во-первых, тебя никогда не было. Существование существует, всегда существовало. И всегда будет существовать. Существует только сейчас и все. Единственная вещь, которая не существует – это ты, ярлык. Воображай мое обладание. Элизабет. Да, я все это вижу. Я не знала, что такое есть. Из-за этого у меня барда в голове. Элина. Элина. Хорошо. Как будто ее растаскивают в разные стороны. Просто ищи простоту в этом, истину. Разделение разрешится само. В реальности есть тело, есть ум. Я не могу найти отдельно от всего этого Элизабет, которая управляет всем этим. Элина. Конечно, ты ее не найдешь. Ее никогда не было. Это было просто верой, мыслью. Мысль «я», которая прилагает себя ко всему на свете. Видишь, ведь ни для чего не нужно это «я», разделяющая реальность на «я» и «не я», «моё» и «не моё». Существования нет владельца. Это выдумка. Ты ничего не потеряешь. Тебя нет. И никогда не было. Никогда. Проникни в глубину этого. Постигни объем. Это просто. Истина проста. Иллюзия сложна. Рассмотри эту простую вечную истину. Элизабет. Так, похоже, я подошла к своей затычке. Собираюсь изложить здесь то, что я должна, но предупреждаю, 90% это в мусор. Я выкладываю это потому, что, может быть, ты поможешь мне найти, где у меня слепые пятна. Это был мыслительный процесс, и что-то отработано на бумаге. Приношу извинения за его длину. Вот что получилось. Я вижу блок. Множество частично усвоенных верований. Много остатков магии и магического мышления. Желание, чтобы было что-то еще. Много способов, с помощью которых старое «я» остается незатронутым. Стоп, просто смотри и увидь то, что на 100% истина. Остальное отметай. Ум – компьютер для сохранения жизни системы. Мысли, случайные функции умственной системы, физической системы обратной связи и сохраненных данных. То, что я ищу, сущность «я» поискала и нашла ум. На этот тупик. Сопротивление хочет, чтобы было что-то еще. Я могу бросить идею о «я», если будет что-то еще. Жизнь, единство, Бог. Чтобы таким образом избежать пустоты. Это просто страх. Что-то, на что можно сослаться. Путь следования. Все мусор. Вера хочет веру. Уже были здесь раньше. Ходим по кругу. Нет истинных верований. Это даже не борьба. Просто паттерн на существование. Без смысла. Просто жизнь. Просто здесь. Сейчас. Верований нет. Просто то, что есть жизнь. Каждый паттерн уникален, но не оживляется сам. Нет «я». Жизнь перетекает в жизнь, в жизнь, в жизнь, в жизнь. Она не может содержаться сама в себе. Нет «я». Нет обладателя. Необычайная оригинальность без обладателя. Какое противоречие. Жизнь и смерть никто не контролирует. Элизабет уникальное существование. Но нет «я», контролирующего это существование. «Я» не вводила себя в существование. Но страх отпустить «я» – это страх отпустить контроль. Но он все равно умрет. Умри, прежде чем умрешь. Пусть «я» умрет. «Я» не хочет умирать. Хороший был задан вопрос. Убивает эго наповал. Оно все равно не существовало. Но идея существования порождает иллюзию контроля. Кришнамурти сказал, что его главным секретом было то, что он не думал о происходящем. «Жизнь меня живет. Нет меня, делающего жизнь». Готово к смерти. Отрезать голову. «Я» хочет выжить любой ценой. Оно преуспело в выживании. Постоянно контролирует, бедит, переживает. Окей, утихает после всего этого. Думаю, что это я борется само с собой. Просто смотри, фокусируйся. Думаю, может, я должна вычистить все это с пути. Пишу и вижу, что это. Ясное видение этого просто прилагается. «Надеюсь, в этом есть смысл. Хорошо, что вижу все это дерьмо. Но хуже, чем отпускание. Может, я не очень смела? Фокусируйся. Все есть только жизнь. Происходящее. Все остальное – история. Да, да. Я знаю это». Елена «Я вижу, ты преуспела в борьбе, в обнаружении дерьма. А что, если именно твои обширные познания того, как это должно быть, делают пруть и клетки такими прочными? Это так просто, что похоже на шутку. А кто-то будет драться с вымышленным «я», как будто это битва. Слушай больше Джеда. Он просто выскочка, индивидуального под которого, стал примером для миллионов. И теперь они все думают, что должны встать и драться. Драться с чем? Драться ни с чем. Ни с чем. Серьезно. Нечего терять. Ни с чем бороться. Все уже есть и всегда было. Все – мысли, чувства, переживания, магия. Все реально. Только я нет. Только малюсенькая мысль «я» в голове. Поищи эту мысль. Это всего лишь мысль. Мысль – да, реально. Но ты – нет. Помни, ничего не читай. Никакого фейсбука. Корми цыплят. Смотри на них. Есть ли в них какой-то «я»? Мозг не так развит. Другая система. Так что же? У цыпленка нет души, а у тебя есть? Да, это то, что хочешь ты. Как же, черт возьми, у тебя есть душа, если тебя не существует на первом месте? На что указывает мысль цыпленок? Она указывает на энергию. Цыпленок в реальности – это плотное тело, мозг, разные импульсы. Что есть личного в цыпленке? Уникальная энергия, тело, ум – да. Что-то еще личное – нет. На что указывает мысль «я»? Посмотри, на что она указывает. Элизабет. Хорошо, даже фейсбук не читать. Прошу извинить меня, если я нарушила соглашение, ненамеренный разрыв целостности, просто чувствовала себя разбитой, и обширные познания не соответствуют уровню концентрации. Да, я согласна насчет Джеда Макена. У него все пропущено через фильтр Мач. Ох, цыплята, да, могу понять это. Родственность с животными. Значит, есть ли я у цыпленка? Нет, только тело, мозг и инстинкт выживания. Также есть жизнь в цыпленке. У него есть индивидуальность – тело, окраска, гены, поведение и так далее. Но есть ли у него отдельная самоконтролирующаяся жизненная сила, принадлежащая только ему? Нет. Он не верит, что может контролировать свои жизненные силы, свое бытие, и что он может направлять жизненные силы, существование, жизнь, как хочешь назови. Он не держит мысль, что он – петух икс, или что ему нужно искать просветление от того, что уже и так есть. Он не верит в то, что он безобразен или красив, или нуждается в чем-то лучшем, чем у него есть, что нужно для физического выживания. Чем больше размер мозга у животного, тем больше он хочет. Но на самом деле это все то же. Нет веры в отдельную самоконтролирующуюся жизненную силу «я», которую он обладает и безраздельно контролирует. Окей, окей, подходим ближе. Это вызывает странные ощущения. Я не могу быть или иметь часть жизни, отдельную и контролируемую мной. Вера в мою частную частичку жизни. Не может быть моей жизни. Я не могу оторвать кусок, который лишь для меня, которым я управляю, контролирую и оперирую отдельно цело. Это завлаждение. Ошибка понимания. Оставлю это. Это что-то иное. Я указывает на эту веру. Ошибочную веру в маленький оторванный кусочек жизни, который является особым «я», принадлежит мне, и я могу управлять им и контролировать его. Невозможно. Ммм, это что-то открывает. Последуй за этим. Посмотрим, куда это приведет. Понимаю, что ты говоришь насчет борьбы. У меня есть картинка, где человечек боксирует сам собой. Ум борется с умом. Что же, просто бросить это? Ты сказала, не с чем бороться и нечего терять. Окей, просто отложу это. Цыплята, а? Ты знала, где меня достать, а? Елена. Ух, цыплята, да, я могу понять это. Нет, не можешь. Нет тебя, который понимает. Исследуй это жестко сейчас. Лазерный фокус. Ты не можешь оставить это или не оставить это. Тебя нет. Ты говоришь, последуй за этим. О да, ты, правда? Брось веру в то, что это трудно, и надо бороться с этим. Серьезно, посмотри повнимательнее на цыплят. Для них что-нибудь действительно трудно. Типа, должны ли они бороться за существование? И тебе не нужно бороться. Борется я, чтобы его приняли за реальное. В действительности я не является частью реальности. Цыпленку не нужно бороться, чтобы быть частью реальности. Он есть. Тело, мысли, чувства – все есть. Часть реальности. Неужели тебе нужно бороться, чтобы увидеть, что реально? Если я дам тебе чашку в руки, и ты возьмешь ее, она существует, так? Так что нужно сделать, чтобы чашка перестала существовать? Нужно разбить ее, и она перестанет существовать, как чашка, так? Представь, что я развожу руки перед тобой и говорю. Вру. Вот это арбуз. И даю тебе воображаемый арбуз. Ты берешь его и держишь. Давай сделай это. Подержи воображаемый арбуз, огромный, в своих руках. Теперь я спрашиваю. Что нужно сделать, чтобы избавиться от этого арбуза? Ты не можешь. Там ничего нет. Задавать такой вопрос не имеет смысла. И точно по той же причине не имеет смысла задавать вопрос, как мне избавиться от я. В действительности я не существует. Его никогда не было. Никогда. Оно было всегда выдумкой с самого начала. Ух, интересно. Но интерес не освободит тебя. Освободит только реальное исследование этого. Так исследуй. Как тебе освободиться от воображаемого арбуза у тебя в руках? Как тебе освободиться от воображаемого я в твоей голове? Скажи мне. Элизабет. Правда, у меня теперь нет так много слов. Много шума я наделал раньше. Не знаю, как быть с этим. Не совсем уверена, как это получилось. Но когда я выходила из ванной, меня как током ударило. Ложь в существовании, Элизабет. Действительно не могу найти слов для этого. Определенно, это была мысль, которую я проглотила, не задумываясь. И даже интеллектуальное понимание, что это ложь, совсем не одно и то же с потрясением, которое я испытала, увидев это сама. Я расскажу тебе предысторию, но это на самом деле только слова. Ты была права насчет принятия решения. Оно было принято. Это важно, я думаю, так как это значит быть открытым. Так что все эти желания, чтобы я существовала, вся борьба – просто разговор с самой собой. Только мысли и концепции. Они ничего не значат. Они происходят, но не имеют значения. Просто шум, болтовня, отвлечение внимания. Я рада, что ты оставила без ответа мои вопросы, типа «Есть ли единственность?». Это просто шум. Концепциям нет конца. Мысли снова пошли по кругу. Есть тело, есть ум. Уникальный ум, но он не владеет собственной, частной, личной, отдельной частью жизни. Нет Элизабет у пульта управления. Я не дышу мной. Не выращиваю клетки. Не перевариваю пищу. Не опустошаю мочевой пузы. Не поддерживаю или прекращаю жизнь атому. Я не живу в сама себя. Есть просто житие. И здесь слова остановились. Нет призрака в устройстве. С чем я осталась? Со всем существованием. Прямо как цыплята. Все живется. Даже это слишком много слов. Мысли и чувства, и борьба, и так далее. Все это человеческие наросты. Не могу подобрать слова. Остается только жизнь. И она довольно молчалива. Окей. Еще пару слов. Я действительно видела, что нет никакого «я», что это что-то внедренное. Но я не уверена, что это все. Так ли это? Действительно? Это так просто. Просто смотреть. Ирина, ты на самом верху. Копай дальше. Исследуй. Давай. Ох, я поняла. Мне мешали все важные мысли о просветлении и тому подобное. Вся фантастика, которую я читала, налипла, как грязь на ботинках. И тормозила простой факт видения. Все это знание займет свое место, или нет, после этого. Да, да, да. Эй, Елена, оно как бы решает само себя. Все кажется таким тяжелым с «я». Без него свобода, чувствуется облегчение, смех. А оно «я» прилипчивое. Оно накапливает истории, что-нибудь к чему можно прилепиться. Не знаю точно, реально ли это видение, но ощущается по-другому. Немного схожу с ума, не могу сидеть на месте. Неужели я упала в ловушку для слона? Елена. Существуешь ли ты в реальности в каком-либо виде или форме? Элизабет. Кажется, как будто существует Элизабет, но без привязанностей. Такое чувство, что есть Элизабет без «я». Просто раздетая до гола существования. Облегчение. Елена, я не хочу быть недожаренной. Просто это ощущается совсем по-другому. Может быть, яснее будет сказать, что я сейчас смотрю из другого места. И кажется, что это уже никогда не будет снова тем же. Елена. Нет, ты ниоткуда не смотришь. Есть только смотрение. Тебя нет. Тебя нет. Это не шутка. Это правда. Так легче, Элизабет? Или не Элизабет? Выясни, который из них. Привет, Елена. Продолжаю. Продолжаю смотреть. Я не работал уже три дня и до сих пор не делаю ничего. Только это. Даже мой дом выглядит, будто в него попала бомба. Но на выходных вокруг меня были дети и так далее. Я буду продолжать смотреть и писать тебе. Я не знаю, куда дальше смотреть, но ты дала мне достаточно заданий. Про арбуз. Что я сделаю, чтобы избавиться от выдуманного арбуза? Ничего. Он не существует. Елена. Иди и позаботься о своей жизни. И смотри, будучи вовлеченной в жизнь. Жизнь – это все, что есть. Нет нужды отделять себя от нее. От истины никуда не убежишь. Она не перестанет быть истиной, только потому, что ты занята или отвлечена. Истина во всем, что есть. Так что продолжай, делай уборку в доме и все, что необходимо. Но смотри, нужна ли ты для чего-либо? Ты, структура Элизабет. Я говорю, что это нетрудно. Когда ты увидишь это, ты будешь долго смеяться, серьезно. Все это – чувства, ощущения, мысли – реально, да. Тело, движения – все, все реально. Кроме Бэтмена, того арбуза и я. Что ты должна сделать, чтобы освободиться от него? Перестань верить в него. И это просто вера, мысль. Разбей это я и увидь, что это просто мысль. Или докажи, что я не права. Элизабет Привет, Елена. Может, это звучит странно, но я действительно не знаю, что мне нужно для видения, если в этом есть смысл. Все, что ты говоришь, я понимаю. Как будто я знаю, но не могу осуществить это. Я знаю, что все, что ты говоришь – правда. Я понимаю это. Я действительно вижу это с какой-то стороны. Я не ленива, не тупа, не слаба. Я ощущаю вкус этого, могу прикоснуться к нему, но не могу осуществить. Но я не собираюсь отпускать это. Буду держать руку на пульсе. И в один прекрасный день буду смеяться. Спасибо, что тратишь на меня время, Елена. Елена. Нет, не в один прекрасный день. Сейчас. Ты уврат. Не уходи. Ты можешь продолжить жить свою жизнь, но пиши мне раз в день. Договорились? Тому есть причина, почему ты не видишь или не знаешь, что действительно делать. Она состоит в том, что ум создает завесу, поддерживая свою активность и веру в я. Мы сломаем ее. Не волнуйся. Просто будь со мной раз в день. Это нелогично. Ты никогда не разгадаешь этого. Никогда. Тебе нужно отбросить саму идею, что ты можешь разгадать это. Это невозможно разгадать. Это ты и пытаешься разгадать это. А так как тебя нет в реальности, то все это становится огромной загадкой у тебя в голове. Так что будь со мной раз в день, чтобы не случилось. Я не уйду, и ты не уходи. Элизабет. Нет, и речи нет о моем уходе. Ни за что. Буду на связи раз в день. Хотя с понедельника до воскресенья я уеду, и у меня не будет компьютера. Спасибо, Елена. Очень ценю твою настойчивость. Концентрируясь в глубокой тишине. Все здесь со мной, так сказать. Елена, я думаю, это как рождение ребенка. Хотя не уверена. Когда сидела с этим, видела, что Ковина Элизабет и жизнь. Но никакого я между ними. Я – это фикция, вставшая за штурвал. Все происходит превосходно, безо всякого я. Мысль я, как паразит, всюду предстающий. Елена, я чувствую вкус. Еще не то, но кажется очень близко. Посидела с этим. Черт, только расстроилась. Я вижу это. Жизнь продолжает жить меня. Понимаю я это или нет. Я вижу мысль паразит я. Но ум не может ее отпустить. Да, ты права насчет завесы. Что-то вроде защиты. Смотрю долго на это. Арбуз. Да, я вижу это. Но ум пытается найти концепцию, чтобы ее стереть. Не находит. И поэтому не может стереть. Проклятие. Все по кругу. Легче наблюдать за курицей, без независимого контролера. Смотрю и смотрю. Вижу это. Но это не то, что нужно. Однажды, несколько лет назад, я подумал о том, что пребывать в покое и знать, что я Бог. И на какое-то время я совершенно все отпустила. И увидела, что только жизнь здесь командует парадом. Что нет никакого я. Что же это, черт побери, такое? Я вижу это, понимаю, чувствую вкус, но ум не отпускает. Прошу прощения за эмоции. Елена. Не ожидай ничего особенного. Тот момент отпускания и видения, что только жизнь командует парадом, был лишь состоянием, приходящим состоянием. Он показал тебе истину. Теперь мы здесь, чтобы заставить ум осознать это. Есть ли я у ребенка в ковязке? Что чувствует, видит ребенок? Чувствует ли ребенок отделенность от потока? Чувствовала ли ты отделенность от потока в тот момент? Ты видела это, а разделения нет. Ум создает разделение, чтобы действовать в мире. Увидеть, что я не существует, все равно, что осознать, что жизнь командует парадом. Изменится ли что-нибудь внутренне? Не обязательно. Какая жизнь была до того, как ты увидела, такая же осталась и после. Ангелы не спустились. Ничего подобного. Остались то же тело, те же чувства, то же дерьмо. Когда ты действительно осознала, что Санта-Клауса не существует, что-нибудь изменилось? Может, печальные мысли пришли и ушли. Но факт в том, что после этого ты уже никогда не принимала Санта-Клауса серьезно. Ты расслабилась и оставила шов Санта-Клауса на всю оставшуюся жизнь. Ты уже никогда не искала подарков под елкой, с волнением думая, а что, если я ошибаюсь, и в этом году он принесет мне подарки? Потому что ты знала правду. Здесь то же самое. Посмотри еще на мысль я, как она приходит и захватывает все, что происходит. Элизабет. Елена, это действительно ясно. Я побуду с этим немного. На самом деле, эти последние несколько дней показали мне, что ясность от понимания, даже настолько, насколько мне пока открылась, остановила поиск и охоту за ответом. Мне все ясно, даже хотя отделенность по-прежнему есть. Больше действительно ничего не нужно делать, кроме следования твоим советам. Больше не надо читать книги, слушать учителей. Я чувствую разрешение многолетнего поиска. Реальность этого ясна, и это в данный момент хорошо. Кажется, как будто я постепенно стирается. Елена. Оно не должно стираться. Дело не в стирании идентификации. Дело в истине, Элизабет, что идентификация ни на что не указывает. Стирается, не стирается, неважно. Дело в том, что это фикция. Сила фикции не имеет значения. Тот факт, что это фикция, является ключом. Посмотри на мысль «я». Это все, что нужно. Посмотри за эту мысль. Что там? Элизабет. Я попробовала слегка поразмыслить. Что если предположить, что мне была навязана с рождения монументальная ложь о существовании «я»? И это абсолютно утверждалось и усилилось всем вокруг меня. Что бы это значило, если бы не было меня? Что если все это было ложью? Разница во взгляде на это в этот раз состоит в том, что я расслабилась и позволила уму поиграть с этим, вместо того, чтобы пытаться принять это с помощью усилий. Я почувствовала странную пространственность, которая затем раскрылась и расширилась до всеобъемности. «Стало видно, что я – это такая штука, которая стремится все захватить, сделать все принадлежащим себе, приложиться ко всему и потом раскручивать истории. А что осталось? Существование, являющееся всем, я – сущность, из мыслей, как паразит. Вот как я просидел около часа, исследуя, в чем было дело». Елена. «Да, хорошо. Теперь вернись к смотрению. Фокусируйся. Тебя нет. Это правда? Нет, меня нет. Позади я лежит великая пустота. Если ты, который живет жизнь, что правит жизнью? Окей, прямой взгляд на реальность. Если ты, который живет жизнь, нет, нет я живущего жизнь. Жизнь живет сама себя, физическое существование. Нет ничего за ней, никакого контролирующего я. Что правит жизнью? Не знаю. Она просто возникает, образы внутри образов». Елена. «Теперь ты можешь оставить поиск того, что, как ты видела, не существует. Ты можешь просто идти и жить. Просто. Знаешь, рубить дрова, носить воду. Да, вот так. Можешь? Перестань бороться. Вот и все. Просто это реальность. И это истина. Посмотри, насколько глубоко она заходит». Элизабет. «Да, я и не представляла, что это так практично и просто. Даже смешно. Когда ехала назад, было только ум и тело, ведущая машину. Никакого я. Как же, черт возьми, я может управлять машиной? Забавно. Воображаемое я крутит роль. Сейчас прочитала кое-что о писании». Ха, не я писает. Ах. Елена. Ха, здорово. Отличного путешествия. С большой любовью. Элизабет. Спасибо, Елена, и за терпение. Елена. Хорошая работа. Сильно, решительно. Хотелось бы тебя обнять. И это совсем не фантазия. Это так просто. Корень обнаружен. Теперь все оставшееся дерьмо начнет выпадать из системы, как ненужное. Лучшая жизнь, которую может прожить человек. Жизнь, основанная на вдохновении и без страха. Наслаждайся ее развитием. Элизабет. Теперь ощущается жгучая потребность показывать это другим. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok